Так, ну что, у меня 12 часов, может быть тогда начнём, кто-то к нам по ходу присоединится. Я вас приветствую, и сегодня я вам буду рассказывать о Республике Мариев, Республике очень интересной. Также у нас в программе наполнение логистика наших брендов маршрутов и розыгрыш участия в одном из наших сборных брендовых туров «Чудеса Земли Марийской» на ту дату, которую выберет уже победитель. Меня зовут Светлана Иванова, я являюсь директором туроператора по внутреннему и международному въездному туризму в Кариусе. И вот сегодня мы с вами будем знакомиться с нашей Республикой. Если ваши туристы ещё не знают, зачем им стоит ехать в Мариел, и стоит ли вообще, то у меня, по крайней мере, 10 причин, почему этого сделать всё-таки стоит. Первое – это услышать звон марийских гуслей. Национальный марийский инструмент подобный есть в нескольких республиках, но вот марийские гусли имеют свои особенности, которые вы можете понять, только очутившись здесь у нас. Побывать в единственном городе в России на букву и краткое, прошептать на ушко ёшкиному коту заветное желание, чтобы оно обязательно сбылось, посетить Европу в центре России, узнать, почему морёный дуб – это не дерево, и это одна из моих любимых причин, познакомиться с многовековой марийской культурой, научиться вязать лыка, посетить единственный замок в Поволжье, забраться на дуб Пугачёва, настоящий, который действительно был и есть сейчас, в одном из наших национальных парков, и попробовать трёхслойные блины, приготовленные в печи команды «Тумака», которые являются одним из наших брендов. О некоторых причинах я вам расскажу поподробнее, за некоторым придётся и вам, и вашим туристам приехать к нам. Итак, немножечко логистики. Добраться к нам можно поездом «Москва» и «Шкорола», фирменный поезд, хорошие вагоны и комфортное размещение, а также самолётом, либо тоже поездом «Дочи» «Боксар» и «Боказанем». Остальные города, вот тоже представлены здесь на слайде, недалеко и удобно мы располагаемся и от Нижнего, и от Ульяновска, и от Кирова, ну и, в принципе, от Самары. Для организованных туров мы забираем туристов абсолютно с любой точки. Для сборных туров наиболее комфортный способ к нам добраться, где и будет происходить сбор групп. Удобное расположение позволяет не только принимать туристов из различных регионов, но и формировать межрегиональные маршруты, которые также у нас представлены. В этом году совместно с Комитетом по туризму Республики Морел, с которым мы активно сотрудничаем, благодаря которому вот сегодня состоялась эта презентация, были разработаны и защищены два брендовых маршрута. Это «Чудеса земли Марийской» и «Край звонких гусей». С этого года они уже функционируют как сборные туры от одного человека. Понимаем, и вот скоро уже сезон заканчивается, у нас осталось еще два заезда. В этом году также эти туры были включены в межрегиональный маршрут «Великий Волжский путь», куда кроме нас включены несколько регионов, ну вот, все по Ложи практически. Подробные программы этих туров представлены и на нашем сайте, и на сайте Ассоциации туроператоров России в вкладке «Комитет по импортозамещению», а также на сайтах нескольких федеральных туроператоров, с которыми мы сотрудничаем. Мы сотрудничаем вокруг света, «Коралл Тревел», «Вульти Тур», «Виадук», «Ванк» и другие. Далее, чтобы немножечко у нас было логично и вы понимали структуру формирования, я бы хотела вот, например, одного из туров рассказать вам о достопримечательностях и о логистике, как мы выстраиваем наши маршруты. Итак, гид встречает группу на железнодорожном вокзале, либо из Шкаралы, либо, вот в случае, например, «Чудеса земли Марийской», про которые я больше буду рассказывать, и на ЖД вокзале в Чебоксаре. С табличкой с названием «Тура», также туристам выдается программа маршрута, информация с телефонами гида, с полезными контактами, с телефонами такси, где поужинать, куда сходить в свободное время и так далее, и бутылочка воды. Первый город, который мы посещаем в программе «Чудеса», это Космодемьянск. Космодемьянск нормально по темпу, да? То есть, если у вас какие-то вопросы есть еще по ходу, вы можете их задавать, я сейчас просматриваю и буду стараться отвечать. Итак, Космодемьянск – город исторический, основан в 1583 году, по указу самого Ивана Грозного, и город небольшой, но совершенно очаровательный, и всегда все туристы в восторге от посещения Космодемьянска. Я всегда говорю, что это тот город, куда можно спокойно и вот абсолютно не волнуясь вести туристов, потому что на 100% знаешь, что примут хорошо, не будет каких-то накладок, и все останутся довольны. Конечно, Космодемьянск поражает и гостеприимством, и душевностью местных жителей, и гидов, экскурсоводов, работников музея, узорами купеческих домов, где сохранились они, ложскими просторами, и уникальным культурным наследием, которое наши с вами туристы смогут посмотреть. В городе функционирует целый музейный комплекс, который состоит из четырех музеев, каждый по-своему уникален, и в данном туре мы смотрим их все. Первый музей, который мы посещаем, это этнографический музей под открытым небом. Это пять гектаров с различными постройками, с морейской усадьбой, избой, с различными хозяйственными строениями, где представлены экспонаты, которые рассказывают о жизни, культуре горных морей. Кроме того, музей предлагает совершенно потрясающую интерактивную программу, которая называется «Берег, горный край, морейский». Разыгрываются сцены из традиционной жизни, с туристами играют, танцуют, поют. Ну, в общем, совершенно невероятные экскурсии. Кроме того, это все сопровождается еще исполнениями игры на как раз гуслях. Именно морейской гуслях можно здесь послушать. И также предлагается чаепитие. Кроме того, показывают мастер-класс по различным ремеслам. И тут же можно купить какие-то сувениры, сделанные вот прямо мастером. Иногда даже прям при вас. Ну, и бонусом, конечно, поскольку музей располагается на возвышении, это совершенно пошедший вид на Волгу. Очень красиво, особенно в летнее время. Вдоль холма фруктовые деревья. Поэтому весной, когда все цветет, безумно красиво. Вот даже просто там находиться, природа. Далее мы отправляемся в музей купеческого быта. Как я говорила, что город Космодемьянск – город купеческий. Данный музей располагается в особняке конца XIX века, 1897 год построен. Дом с мезонином. Туристы смогут пройтись по всем девяти залам дома, которые максимально воссозданы в том виде, в котором они были в конце XIX века, и окунуться в эту атмосферу. Но Космодемьянск, чем он известен, это не только купеческий старый город, это еще город Васюки из романа «11 стульев Ильфа и Пирога». Поэтому мы не можем обойти вниманием и музей статиры и юмора имени Остапа Бендера, где туристов ждут рассказ о пребывании Остапа и Кисы в Васюках, о различных их проделках и также участие в лотерее. Беспроводочная лотерея, поэтому здесь все у нас честно. Кстати, Космодемьянск проводит каждый год фестиваль «Бендериаду», где разыгрывается, продается стулья на аукционе, и каждый тоже может выиграть свое сокровище. Мир очень интересный, как я вам сказала, раз в год летом, и, конечно, собирает большое количество туристов и гостей не только от республики, но и от различных регионов. Кроме того, Космодемьянск – это город на Волге, и принимает большое количество теплоходов, поэтому, если даже вашим туристам некомфортно будет взять какой-то автобусный тур, но в рамках теплохода тура я прямо стоятельно рекомендую брать экскурсии, смотреть город, и лучше все-таки именно с экскурсией, потому что то, как рассказывают экскурсоводы, невозможно это заменить просто вот прогулки по городу. Далее мы направляемся в художественно-исторический музей имени Григорьева. По-другому его еще называют «Малая третиковка на Волге». Почему третиковка? Потому что здесь хранятся подлинники Айвазовского, Поленова, Коровина и других. Абсолютно восторг вызывает данный музей, потому что, как правило, гости, особенно в историчных городах, никак не ожидают в маленьком провинциальном Космодемьянске увидеть такие работы. Но тем не менее, здесь у нас есть. А также «Чайная» на Успенской – это интерактивная программа, тоже проходит издание художественного музея на цокольном этаже. Совершенно волшебная, полная атмосфера купеческого чаепития. Вот здесь есть фотография, да, как выглядит «Отчаянно», с пятифоном, с музыкой, с какими-то играми, частушками, конфетами Дункина радость, которые вызывают прям непистоимую восторг у всех туристов. И потом приходится по всем магазинам гоняться за этими конфетками, потому что всем прям обязательно надо их с собой купить и увезти. И на десерт такой у нас насыщенный программой по Космодемьянску. Дом, музей Марионова-Дуба. Выставка «Сокровища реки», где как раз нас туристы и узнают. Все загадки этого юитериала, почему «Марионый дуб» — это у нас не дерево. А также смогут загадать желание, сидя на троне из «Марионого дуба». Им выдается такая книга, перо сделано тоже из этого жемьяла. И вот они пишут свое желание, которое обязательно сбывается. Выставка очень интересная. Это единственная в России вообще выставка, посвященная этому материалу. Поэтому, конечно, то, что туристы здесь узнают, это очень удивительно. Я сама когда первый раз была на экскурсии, многое что не знала и что меня удивило. Я сейчас вам все тайны раскрывать не буду, потому что все-таки надо поехать и услышать это из уст экскурсовода. Из культурной программы по космодемиазу, то есть мы смотрим, в принципе, все, что предлагают. Город небольшой. Обязательно, естественно, у нас есть время на обед, на сувениры, которые здесь тоже великое множество, на прогулки по городу, фотографирование, осмотр просто вот улочек с красивыми купеческими домами, с кружевными наличниками. И после этого мы отправляемся в Ишкарау. В Ишкарау мы пребываем уже вечером, ужинаем там и размещаемся в гостинице. Немножечко тоже по логистике часто спрашивают. Из космодемиазу можно добраться двумя способами. Можно по объездной. Чаще мы едем именно так. Либо при хорошей погоде можно переправиться через Волгу и там дальше уже поехать по трассе. С переправой всегда, конечно, очень интересно, потому что потрясающий вид на Волгу, чайки, которые подлетают и ничего не боятся. Это обычно вечер, поэтому красивейший закат. Мне всегда бывает удобно чисто технически, потому что если кто-то задержался, фотографировался, и автобус пропустил свое место на переправе, приходится ждать полчаса, поэтому чаще, особенно когда группа большая, мы выбираем путь по объездной, но он тоже не сложный для туристов. Ехать буквально час сорок, иногда даже в меньшей зависимости от дороги, если пробки по трассе. Но, тем не менее, дорога комфортная, дорога хорошая. Да, не дерево, не дерево. Дуб мореный, но это уже не дерево. Поэтому по одному или другому способу мы добираемся до Шкраны, в любом случае это не сложно для туристов, никто не устает, ужинаем и уже ложимся спать. И второй день у нас Ишкар-Алан по этому туру. И чтобы немножечко вы отдохнули от моего рассказа, я хотела бы вам поставить музыкальный клип, который снят одной из наших групп города, студенческой группы, называется Ситет, посвященной любимому городу. И, конечно, на видео здесь более ярко видны улицы, настроения, отношения и улыбки местных жителей. Поэтому мы сейчас его с вами посмотрим и далее уже продолжим поговорить по программе. Утро прохожий, знакомый частично, спешка, но все же улыбки на лица, все оживает, проснулась, старится. И так уже много веков по утрам, прекрасное место для папы, для мам, для тех, кто помладше, для тех, кто повзрослел, для тех, кто приехал, кто живет. Субтитры создавал DimaTorzok Красный город Йошкар-О-Ла Всегда столицей была При днем и ночью Йошкин кот Гостей сидит, встречает и ждет Наша столица загадок полна Также полна доброты и тепла Кстати сказать, Игру для рода Всегда выручает Йошкар-О-Ла Мы любим тебя Родина наша, родная земля Огорчаться тобой уже много веков Все, от молодежи до стариков Республика дружная, Мариэл Здесь исполняется все, что хотел Природа, что нельзя не любить Место, в котором хочется жить Ишкар-О-Ла, это наш дом Пусть весь мир узнает о нем И на востоке, и даже на юге Увидеть хотят набежную брюк К нам приезжают учиться в столицу И не скрывая восторга на лицах Суденчеству здесь особое место Кругом молодежь будет всем интересно Пара грязь, хелли, князь из Монако Стоят гациозно на радость девакам Кремль, Аболенский, Елизавета Прекрасны в закатных лучах и рассветах Двенадцать апостолов нас охраняют На патриаршей числе отбивают Кремль, собор, самолекций второй И шарову освещает собой Куда не смотри, шедевры архитектуры Памятники словно лепились натуры Здесь не снимают, здесь пишут картины Настолько живой город наш и красивый Ишкар-О-Ла, мы любим тебя Родина наша родная земля Горжатся тобой уже много веков Все от молодежи до стариков Республика дружная Мариэл Здесь исполняется все, что хотела природа Что нельзя не любить Место, в котором хочется жить Спасибо за все говорим горожанам Гостям и туристам и прихожанам Спасибо кто строил, кто жил, кто родил Большое спасибо главе Мариэл Ишкар-О-Ла, это город-герой Герой, потому что он самый родной Город наш общий Принадлежит всем Ишкар-О-Ла, старица Мариэл Мы любим тебя Родина наша родная земля Горжатся тобой уже много веков Все от молодежи до стариков Республика дружная Мариэл Здесь исполняется все, что хотела природа Что нельзя не любить Место, в котором хочется жить Ишкар-О-Ла, мы любим тебя Ишкар-О-Ла, место, в котором хочется жить Вот такое у нас видео Надеюсь, оно вам понравилось Я читаю, что по чату Что действительно красиво Душевно согласна Сама очень его люблю Потому что совершенно не коммерческая съемка Поэтому от души По-настоящему ребята, студенты Захотели посвятить свою песню городу И сняли такой прекрасный клип Техническая поддержка, да, отправила ссылку На Ютьюбе в открытом доступе видео есть Называется «Университет Ишкар-О-Ла» И, по-моему, Ишкар-О-Ла Университет, это название группы Да, вот я очень рада Специально так и хотели Чтобы вы все захотели именно к нам приехать И почувствовать энергетику Итак, немножечко возвращаясь от лирики К технической части Далее мы следуем по маршруту Итак, по Ишкар-Оле Ну и, в принципе, это достаточно такая стандартная программа Которую мы ставим в Ишкар-Оле Она насыщенная Но хочется показать прям все А есть что показать Поэтому мы стараемся вот туристов не сильно жалеть Да, и прям все-все им включить Первое, что туристы смотрят Национальная художественная галерея Площадь Боленского-Ноготкова Первый воевода города Которого назначил царь Федор Иоаннович К нам Здесь вот как раз его памятник Он посвящен, конечно, само здание галереи Это отдельная достичь Но вот первое, что мы смотрим Эта экспозиция Туристы смотрят нашу экспозицию Которая называется «Маритус» Переводится с марийского языка «Марийский колорит» Вообще у нас три языка То есть это марийский горный Марийский луговой и русский язык Поэтому у меня все дублируется И на русском, и на марийском Здесь выставка Изобразительного искусства Республики Лучшее произведение Одной из моих любимых читей Является экспозиция Посвященная стилю этнофутуризм Такое наследие в современном прочтении Очень интересное Символизм И совершенно нетипичный музей Знаете, когда все скучно И вроде ходишь от картины к картине Все очень интересно Кроме того, мы предлагаем Мастер-класс по изготовлению сувениров Туристам рассказывают С особенностями марийского орнамента Об использовании цветов Марийской вышивки И уже вот этими знаниями Они разрисовывают Вот здесь на слайде Как раз у меня представлено Солярный знак И деревянная дощечка Которую можно, разумеется, взять с собой И, конечно, такие сувениры Они имеют большую ценность Чем купленные Просто вот сувенирные лавки И поскольку здание галереи Самарстопринчат, как я уже сказала Да, самое Одно из чудес Мариэл Потому что когда мы ставили В названии тура То, конечно, нам хотелось Делать акценты Именно на то Чего нет нигде И вот Одно из таких чудес Это динамическая Скульптурная композиция Явление Пресвятой Девы Марии Тройручицы Либо ослик Как всегда называют Туристы То есть там было время Смотреть ослика Это скульптурная композиция В часах на здании галереи Каждый час С девяти до девяти Ослик у нас шагает И несет эту икону В данном случае Из Ахона В Ишкаралу Здесь у меня на слайде Видна крупноуспенскую церковь Которая расположена В городе Ишкаралу И после знакомства С часами С площадью Поскольку галерея У нас находится Напротив здания Правительства Республики Мэрии Город Ишкаралу Поэтому туристы Находятся прямо В центре столицы Мы идем знакомиться Конечно С самым Любимым жителем Города И любимцем Не только Наверное туристов Но и местных жителей Это Ёшкиным котом И конечно Ёшкин кот Сейчас Основной туристический бренд И города И даже республики Он полюбился Вообще Интересный момент Всего в городе Девять культурных композиций Котов Вот я вот двоих Сюда тоже включила Всех Все они у меня Не поместились Но конечно Самый любимый Самый Единственный Неповторимый Это вот Настоящий Ёшкин кот Который сидит Вот так В развалочку С Ехидной Ухмылкой На стамейке Как раз Недалеко от галереи Недалеко от Государственного университета Марийского государственного университета И именно этому котику Ласково потирают носик Лапку Шепчут на ушко Желание Которое мы верим Обязательно исполнится Потому что Кот у нас добрый И Конечно С характером По нему это видно Да Такой рыжий проказ Но тем не менее Желание он исполняет Далее Двигаемся По Программе И Ну в принципе Мы так вот сейчас С вами проходим Виртуальную экскурсию По городу Шкарале Да Потому что Вот прям Как Находятся Эти объекты Это Морийский национальный Театр драмы Имени Шкитана Именно здесь Вы услышите Настоящие Морийские гусли Они у нас были И в Космодемьянске Здесь В стенах Театра Звучат Немного по-другому Но От этого Еще более Особенно Наша лучшая Наверное Интерактивная программа Которую мы В принципе Предлагаем Потому что Исполняет ее Заслуженные артисты Республики Мориэл Качество Исполнения Просто На вероятном Уровне Потому что Коллективов У нас много Они все Прекрасные Но То, как это делает Театр драмы Наверное Не делает никто Кроме Интерактивной программы Морийские Национальные инструменты Которые мы Как правило Вставляем Наши маршруты На тематические Например Новый год Проводится Интерактивная программа Шердов Морийский новый год Где Показываются Вот эти Шуточные игры Гадания Передевания Как это Классически Было Поэтому Туристы В этом Тоже могут Участвовать То есть Если у нас Заезды На какие-то Такие Праздники То скорее всего Интерактив Тоже будет Тематический А если нет То это Морийские Национальные Инструменты Кроме того Ты можешь посетить Музей Театра Пройти По сцене По залу Заглянуть В мастерские Посмотреть Как изготавливают Реквизиты И конечно Это всегда интересно То есть Прикоснуться Узнать Как это С другой точки зрения Далее Мы Перемещаемся В Национальный музей Республики Мария Имени Тимофея Евсеевича Евсеева И Здесь Нас ждет Экцем Обряда Жизненного Цикла Народок Марии Которые Рассказывают О Пути Собирательный Образ Марийской Женщины И ее Путь От рождения До смерти Традиционных Занятиях Религиозных Верований Вставленных Вот На примере Этой женщины Интересно Каждый этап Представлен Отдельной Композицией Где Вот Здесь Вы Видите Фигуры В Национальных Костюмах С Какой-то Утварью Которая Соответствует Этому Периоду Или Этому Празднику Очень Интересный Рассказ Именно О Традиционной Культуре Традиционная Культура Марийского Народа Она Уникальна И Традиционная Культура Любая Уникальна Да Здесь Главное Что Вот Прожа Гостей И чем Мы Гордимся Что Ее Удалось Сохранить И Действительно Вы можете Познакомиться С людьми Которые Являются Носителем Этой Куры Не В Таком Музейном Восстановленном Да В виде А Действительно Вот В своей Каждодневной Жизни Из Музеев Которые Именно В Туре Чудеса Земли Марийской У нас Включены На данный Момент Все Дальше То Что Мы Предлагаем Дополнительно То Что Все Таки Необходимо Посмотреть Да Находясь В городе Ишкарале Вообще Чем Ишкарала Может Похвастаться Так Это Своей Насыщенной Театральной Жизнью На Город С населением 270 Тысяч Человек У нас Пять Театров Каждый Из Которых Уникален И Я бы Конечно Рекомендовала Посидеть Прямо Все Жемчужиной Гордостью Является Самарийский Театр Опер Балеты Имени Эрика Сапаева Сейчас Он В новом Здании Здание Самое По себе Это Бастопримечательность Напоминает Чем Миланский Театр Ласкало Главная Гордость Самого Театра Это Уникальный Орган Который Создан Именно Для него В Страсбурге Франции Поэтому На экскурсии По театру Туристы Смогут Посмотреть Музей Пройтись По самому Зданию Посмотреть Борельеф Оценить Вообще Вот это Богатое Убранство И конечно Послушать Орган То есть В каждую Экскурсию У нас Включено Прослушивание Органа Несколько Композиций Буквально 10-15 минут Но тем не менее Туристы Вот находясь В этом зале Очень красиво Могут Оценить Вот мощь Инструмента Также Изюминки Театра Является Фестиваль Летней сезоны Когда Декорациями Для спектаклей Становятся Площади Дворцы Города Ишкаралы И в республике В том году Спектакли Были И в регионах В том числе В Костудемьянске Были спектакли В замке Шереметьево Ну и конечно На всех площадях Города В царевакокшайском Кремле И конечно Это очень интересно Это настоящий праздник И для горожан И для гостей Столица Поэтому Если Туристы Не уверены По датам Я бы рекомендовала Всегда Либо Уточнять У Турператора Либо Просто на Афише Потому что Если будет возможность Посетить спектакль Прямо сам спектакль Не только экскурсию То конечно Это стоит сделать Следующим театром Который Интересен Не только Для Детей Да И самых наших Маленьких путешественников Но и для взрослых Это Республиканский театр Кукол Находится он На набережной Города И вот В таком Очень красивом Замке Сказочно Сейчас театр Тоже предлагает Очень интересную Театрализованную Программу Леди Время Приглашает Путешествие С куклой Где Гости Смогут Узнать О Трансформации Вообще Театра кукол Как такового Да Какие были куклы Какие виды Как они менялись В течение Времени Также Посетить Театральный музей Побывать Самое интересное Что всегда все очень любят За кулисами театра Ну и Вот Экскурсия По самому зданию Тоже театр интересен Они не только делают Спектакли детские Традиционные Да Но еще и Спектакли Уже для взрослых По мотивам Известных писателей Одна из последних Постановок По Чехову Прозоровая эпитафия Поэтому Действительно Вот театр для всех Не только для Детей Да Это все Театр Кукол Да Да Вот Это Турин популярен Чуть-чуть Позже о нем Расскажу Далее Еще немножечко Про музеи И такие интересные Программы Потому что Естественно Классические музеи У нас Да Тоже есть И классические Экспозиции Есть Мне хочется Вот рассказать О чем-то Таком Уникальном Музей Истории города Ишкаралы Естественно Рассказывает Экспозицию О том Как менялась Ишкарала Мы всегда Говорим Что Гости Которые К нам Приезжают Они могут Посмотреть Ишкаралу С трех сторон Да Это Ишкарала Купеческая Царевакокшайск Так Называлось Он назывался Раньше Город Ишкаралу Советскую Да И вот Современно Вот это Ишкаралу Которая Естественно Всех Привлекает Такая Ишкарала Столица Возрождения У нас Новый Бренд Музей Истории Предлагает Самый вкусный У нас Мастер-класс Это Роспись Пряника Йошкин Кот Туристы Получают Вот такие Прянички Которые Они Сами Расписывают Это Вот фотография Как раз Наши туристы Писовали Много Очень Было Их Причем Они все Такие Красивые И всегда Их Наверное Жалко Кушать Я не знаю Кушают Не кушают Они просто Забирают Себе На память Вот Кроме Того Проводятся Интересные Экскурсии Больше Для детей Вот Вы видите У нас Здесь Маша Иванова Экскурсовод И Руководитель Туристского Компания Центра Города С Йошкиным Котом Игрушкой Которая Тоже Проводится Экскурсии И дети Конечно Восторг Воспринимают Экскурсию Которую Ведет Сам Йошкин Кот Есть У них Программы Обзорные Экскурсии На самокате Например Вообще Очень Интересные Программы Проводятся Также Есть Творческое Объединение Царев Город Примузе Города Бечорка Тоже То есть Песни Танцы Какие-то Игры На базе Музея Либо на любой Площадке Городской Можно организовать И Ну конечно Просто Классическая Экспозиция Как в любом Музее Истории Города Это тоже Есть И Естественно Мы это тоже Включаем Как правило Например С тем же Мастер-классом Нарисовали Котика Когда Пока Надо подождать Чтобы крем Высох У нас Туристы Правляются На эти Куси Потом Забирают Уже То Что Они Сделали Сейчас Скрывается Очень много Новых Музеев Один Из Последних Уже Полюбившихся Это Музей Сыром Открыт При Сермер Сырозавод Находится Прямо На набережной Города В новом Дании С красивым Видом На реку Малая Кокшага Музей Предлагает Различные Мастер-классы Экскурсии Как правило Мы Для Своих Туристов Включаем Программу Дегустации Пяти Видов Сыра Мастер-класс Сам по Варкере Как раз То что Происходит Сейчас На фотографиях И Также По итогам Всех ждет Какой-то Вкусный Подарок Пачка сыра Или Паражок В общем Что такое Вкусное На память И внизу Находит Сырная Лавка С самым Большим Выбором Продукции Серомского Сырозавода Можно взять Кофе Посидеть Там же За столиком На набережной Очень все Комфортно И Конечно Туристам Тоже нравится Потому что И информативно И вкусно И полезно И Как-то Все в одном Еще Один Из Новых Наших Музеев Это Музей Керамики Располагается Он В Одном Из Купеческих Домов В Историческом Центре Города Ишкаралы Прямо Против Тревококшайского Кремля Открылся Он Совсем Недавно Получается Даже Меньше Года И Здесь Туристы Могут Приобрести Какие-то Изделия Изделия Из Керамики А Также Попробовать Себя На Мастер Классах То есть Начиная От Лепки На Гончарном Круге Заканчивая Росписью Готовых Изделий Вот Здесь У нас Тоже Котик Представлен На Валочке Не 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 Вдобно Включить Мастер Классы В Короткие Туры В этом Плане Конечно Не Всегда Можем Себе Это Позволить Потому что Керамическое Изделие Если оно Изготавливается И ему Надо Время Постоять Время На Обжиг Всегда предлагается, и предлагается прям музеем доставка в любой регион. Изделия упаковываются очень тщательно, ни у кого еще не разбилось, до всех доходит. Но опять же, не всем хочется, да, вот, ну, как бы так заморачиваться. А вот с росписью гораздо проще, потому что изделия уже можно забрать на следующий день. Но даже если не получается с мастер-классом, рекомендую все-таки заглянуть, и издание самоинтересно, и изделия, которые они изготавливают. Даже если, ну, сами туристы, да, не попробуют что-то сотворить своими руками, но тем не менее не смогут приобрести вот прямо фактически у авторов, да, этого произведения. Потому что они, все, что там выставлено, да, изготовлено ими. И, конечно, вот из объектов, я их перечислил, но основная причина, по которой туристы приезжают к нам в город, это погулять по улицам и набережной города Ишкарауэль. И я вот сейчас просто прорезаю на свои фотографии с видами города. Мы предлагаем трехчасовую обзорную экскурсию. Экскурсия, она на транспорте, но все равно большую часть, и туристов надо так ориентировать, что проходит пешком, потому что все равно автобус идет до точки, до точки. Город у нас небольшой центр, еще меньше, поэтому все можно обойти пешочком, и так комфортно, да, по набережной все равно это будет уже пешая часть. Просто из окна автобуса проехать и все посмотреть, ну, физически невозможно. И вот как раз у меня фотографии вот новой Шкаралэ, очень красивые, набережная Брюгер здесь представлена. Несколько у нас восстановленных церквей, которые также туристы могут посетить. И, конечно, еще одно чудо, да, это динамическая скульптурная композиция «12 апостолов», которая вот после канагалереи ходит уже не каждый час, а каждый три часа, но любая экскурсионная программа подстраивается таким образом, чтобы туристы смогли посмотреть и то, и другую. Вообще, очень интересно, конечно, и прям вот действительно чудо города. Здесь вот у меня фотография вблизи, да, вы видите, и вот прям на самом деле очень все прочерчено, и глаза, и даже ламец, и седина в волосах. Работа прям проведена очень тщательно, и, ну, всегда все туристы прям в восторге именно от этой композиции. Ну, и просто вот прогулка, да, фотографирование. Ну, здесь вот я включила, люблю эту фотографию, у нас группа студентов была из Перми, и вот они вот так фотографировались. Это тоже у нас фонтан-памятник в Февронии и князю Муромским, да, вот ладья. Да, и поэтому, ну, как бы, может, не очень стоит совсем уж забираться, да, так, но тем не менее туристам не возбраняется залезть и сделать фото на память. Ну, и вот такая вот уже композиция. Город на самом деле очень красивый, и даже вот просто гулять, у нас офис находится недалеко от набережи, недалеко, идешь и прям вот поражаешься, думаешь, ой, как нам повезло и где мы живем. Ну, и немножечко, да, обратно вернемся к программе тура. Как говорят, 60% впечатлений путешественников получают от местной кухни, поэтому не можем оставить наших гостей без дегустации Марийской национальной кухни. Она интересная, самобутная, поэтому, если даже не полностью все меню, да, из Марийской кухни, чтобы не было ситуации, когда кто-то, например, не ест, кто-то соблюдает диету, но хотя бы отдельные блюда мы обязательно включаем. Из того, что обязательно стоит попробовать, это, конечно, блины трехслойные, команда Луна, это визитная карточка Республики Мариэл, изготавливаются они в печи из трех видов круг. Кроме того, мы можем предоставить мастер-класс по выпечке этих блинов, несколько и городских ресторанов предоставляют, да, такие мастер-классы, ну и, конечно, в районах города. И еще из таких интересных блюд, это королец, пирог с мясо крупяной начинкой, раньше вы готовили по праздникам, а наши туристы это могут попробовать. Под куколем, похоже на вареники, да, но немножко по вкусу отличаются, начинки разные, вот, но у них очень интересные. И вот суплашка тоже там такая с кислым тестом, есть рожжаной и пшеничной муки. Вообще сейчас несколько кафе в нашем городе и ресторан специализируются только на марийской кухне, поэтому выбор есть. Есть ресторан Мари, ресторан, кафе Теплая речка, Жираф, ну и также многие кафе города просто делают какие-то марийские меню, да, и что-то можно включить вот достаточно стандартный обед. Если группа организована, то, разумеется, мы спрашиваем предпочтения и что включать, что не включать. Также, конечно, все туристы хотят привезти с собой сувениры на память, и вы можете смело рекомендовать своим туристам купить изделия молочные, мясные продукции, да, наших производителей, обычно у всех магазинах, сейчас стоит пометочка сделана в Мариел, сырым, очень хорошего качества того же серымского сырозавода, да, иван-чай, мед, сувенирную продукцию у местных производителей, да, сделанную, например, такой хендмейт, и у нас сейчас есть и традиционные такие куколки, как марийская женщина, с вышивкой, салфеточки, так, и вот, что здесь у меня представлены, современные сувениры, уже с новым обликом, шкаровые, стильные и нетипичные, да, и, конечно, путеводители, проспекты, открытки с видами города, это все тоже есть, поэтому туристы без покупок не уедут, из такого еще фесновой, что тоже все любят, да, это водка Юшкин Кот, бальзамы на Дни Мариел и конфеты из Каролинской водительской фабрики, немножечко еще к таким практическим вещам наши базовые гостиницы, потому что для турагентов тоже основной момент, первая гостиница, которую я хотела бы рассказать, это Людовик Амора, отличный отель, высокий уровень обслуживания, один из лучших отелей, наш расположен прямо в центре, прекрасный ресторан, тоже называется Людовик Амора, где предлагается шведский стол, вообще отличный, если не шведский стол, то сет-меню, но тоже выбор очень большой и комфортный, есть косметика в ванной комнате, на здание правительства и садик правительственный, как раз в пенской церкви, либо в отбор, там достаточно тихо и спокойно, да, потому что рядышком спальный район и шкур. До той же галереи национально-художественного труда Людовика Амора дойти, ну буквально там 300 метров перейти дорогу, поэтому гостиницу очень рекомендуем, если туристы взыскательные, то вот это прям как раз сюда. Еще один из любимых наших отелей, отель Эврика, немножечко проще по размещению, но тем не менее достойный отель, как раз вот они получили три звезды, хорошие номера, чистые самузлы, находятся в тихом районе города, чуть-чуть подальше от центра, но опять же вот мы говорим подальше от центра, да, но нужно понимать, что пешкарова небольшая, это буквально 20 минут, 25 пешком, либо там 5-7 минут на такси. Телефон такси мы всем туристам даем, и это в среднем цена по городу 100 рублей, ну от Эврики до центра даже меньше. В отеле все есть, тоже хорошие завтраки по заказному меню, туристы выбирают, и вот уже завтрак по накрытию. И еще один новый отель, отель Ревизор, открыт он в том году, в июне его открыли, новые, тоже никаких нареканий нет по номерам, по завтракам, идеальное расположение прямо на набережной города. Не всегда мы можем там разместить большие туристические группы, потому что отель небольшой, и не во всех номерах представлены кровати, типа твин, да, раздельные, не всегда для сборных группы это актуально, но если туристы семейные, либо, да, знакомые, то вполне можно его рекомендовать. Еще быстренько, совсем мало у нас времени остается, хотела бы рассказать об объектах республики, которые мы не включили в брендовый маршрут, но тем не менее они являются очень интересными. Это замок Шереметьево, поселок Юрино, расположен на левом берегу Волги, усадьба, безумно красивая, сам замок интересный, с мистикой, сейчас открыто подвальное помещение, есть музей, также в стенах расположена гостиница, здесь размещение достаточно стоя, и это нужно сразу предупреждать, и даже не во всех номерах есть злы, но в остальном все чистенько и аккуратно. Но это вот замок, да, и туристы получают уникальную возможность прожить на территории настоящего замка. Замок единственный в Волже, так я говорила в самом начале, также здесь у меня еще Михаил Архангельская церковь представлена, тоже очень красивый собор, поселок Юрино. Если погода позволяет, то есть пляж, да, можно подпускаться в Волге и вообще вот просто отдохнуть, место уникальное. Музейно-канографический комплекс старинной Марийской усадьбы, село Шерунжам, это Маркинский район, не так давно открыт сам комплекс, воссоздана Марийская деревня, есть водяная мельница, на которую нужно упаковывать, да, помолоть мусор, не всегда это возможно, то есть я это не гарантирую, но иногда разрешают. Также там есть музей вышивки, студия вышивки, где расслабливается амарийская вышивка, потому что у нас что-то, какого я сделала своими руками, вычислены мастер-классы, обед в традиционном стиле, ну вот прям такой вот сельско-канографический туризм, да, кто-то спрашивал, кого этнографический туризм, вот это вот сюда. И еще тоже один из примеров этнографического туризма, этот комплекс раздолья, вообще это такая гостевая база отдыха, но непросто, потому что есть музеи, делают они невероятные интерактивы, мастер-классы, именно здесь туристы учатся вязать лыка и узнают вообще, что это такое, да, откуда пошло. Очень интересное место, ну сюда, конечно, вот на одну целый день, да, еще лучше, там на выходные, чтобы ощутить вот все прелести сельской жизни. В целом, вообще, конечно, вот я больше была сфокусирована на том, чтобы вам рассказать о нашем брендовом туре, который вот, да, включает основные объекты, но этим не заканчивается туризм в Мариеве, естественно. И кроме культурно-познавательного, у нас есть возможность отдыха на гостевых базах, там, ну, на озерах. В республике более 600 озер, экологически чистая зона, два национальных крупных парка, национальный парк и заповедник, если точнее, да, поэтому оздоровительный туризм есть, санаторное лечение, гастрономический туризм, активный отдых, сплава по рекам, религиозный паломнический туризм есть, детский отдых, спортивный туризм. То есть все они представлены, и, конечно, республике есть что предложить практически любому туристу. Так, да, там все отвечают. Общественный транспорт, да, автобус, троллейбус, маршрутный такси, это все у нас есть. У нас электромага, вот, поэтому перемещаться совершенно несложно. Ну, и, как правило, у нас туристы, поскольку мы селим по гостиницам, которые в центре города расположены, вечером гуляют, и, ну, где-то пешочком прошлись, да, где-то там немножко проехали, буквально одну-две остановки, которые далеко не уезжают. То есть, ну, если есть желание, да, вот, посмотреть часть города, где спальный район, где вот живут жители. Из контактов Комитет Республики Мариел по туризму телефон и почта всегда ответят на все вопросы по особенностям, посоветуют, как куда приехать, что посмотреть. Никогда никого не оставят без внимания. Комитет работает уже вот практически пять лет, и, конечно, очень поднялся туризм и в городе, да, и в Республике, и во многом благодаря их деятельности. И наши контакты тоже есть. Пишите, звоните, всегда все ответим, подскажем. Есть информация и на сайтах, в контакте, да, абсолютно везде все есть. И всегда всем рады, да, по любым вопросам. Презентация должна быть доступна для скачивания, видео тоже. Если что, обращайтесь. И теперь к самому приятному. Я вот прям тороплюсь, чтобы мы все успели с вами. Итак, розыгрыш у нас одного места в сборном туре. Чудеса Земли Марисика. Это по той программе, которую мы с вами прошли сегодня. Космодемьянск плюс ШЛА с посещением всех этих музеев, с трехразовым питанием, с размещением в гостинице, ну, так, полный пансион, да, и с полным скоросионным обслуживанием. На любую дату, которую выберет победитель в рамках графика сборных туров, в ближайшем 4 ноября и далее 3 варианта. Ну, и дальше же мы выставим все программы. Поэтому мы даем право выбора, потому что понимаем, что у всех свои дела, да, особенно в туризме, нужно планировать свои поездки, в том числе заранее. И вопрос, который бы я хотела задать, это сколько в городе Шкар-Алла культурных композиций котов? Я об этом говорила. И вот кто первый ответил, да, тот и получает. Я вот вижу, что правильные ответы были, администрация, профи, мне сказали, что делают весь чат, да, чтобы мы точно понимали, кто был первый. Правильный ответ 9, 9 котиков у нас в городе Шкар-Алла находится. Поэтому я поздравляю победителя, с вами обязательно свяжемся и обговорим, какая дата для вас наиболее удобна. Также весной мы планируем рекламный тур для агентов и туроператоров по Республике Мариэл. Поэтому кому интересно, можете сейчас уже оставить заявку. Скорее всего, это будет апрель, чтобы комфортно было по погоде и все, чтобы мы смогли представить вам наши города в самом лучшем виде. Если, я там уже поздравляю, я пока не буду точно говорить, да, кто, потому что посмотрим, кто был первый. Я очень надеюсь, что не сильно я тараторила и все-таки получили бы информацию о туризме. Хочется сказать прям много-много-много всего, потому что на самом деле туризм у нас многогранный, интересный и для всех категорий туристов, правда, есть что предложить. Хорошие туры для детских школьных групп, да, если это то, чем вы занимаетесь, то есть специальные программы, которые ориентированы именно на детей. Республика входит в проект «Живые уроки», поэтому у нас коллеги, туроператоры «Нельсон» и «Южный берег» сформировали маршруты именно в рамках данного проекта. Если это будет интересно, я тоже рекомендую вам к ним обратиться. И да, всех ждем в гости. Я вот хотела, думаю, может, еще какой-то вопрос ответить, пока у нас есть. И четыре минутки. Музей ГУЛАГа есть, да. По ценам на экскурсии комиссия. Агентский договор есть, комиссия, естественно, есть. Никого мы не обижаем, наших агентов мы любим. Я не думаю, что есть в Резон сейчас, да, вот объявлять, потому что конфиденциальная информация, как вы вот с нами работаете. Но комиссия есть, комиссия нормальная, не промо. Прямые договора с агентами есть. Вы также можете покупать туры у крупных туроператоров, если вам комфортно работать именно с ними. Никаких вообще проблем я-то не вижу. Мы очень любим наших всех партнеров с частниками. Также мы, конечно, работаем, да. То есть если турист напрямую обратится, то, разумеется, мы все реализуем. По сборным турам цены есть на сайте, они заявлены. Также на сайте Ассоциации препаратов России. У нас было условие, что по брендовым маршрутам, да, то есть цена, которую мы даем, она гарантирована от одного человека. Вот. Ну и как бы она единая для всех, да. По организованным группам, то, естественно, можно промровать абсолютно любой маршрут. И там также это все обговаривается. Не вижу вот еще какие вопросы про ГУЛАГ. Да, вот ответили коллеги тоже. Музей ГУЛАГа у нас есть. Он очень интересный, очень эмоциональный, да, потому что не все уходит оттуда без слез. Сборный тур есть на сайте, еще раз, да, нашим представленный. Вот по почте здесь, калипсотревел.ру Вначале была презентация, скриншот сайта. На сайтах есть у Ванда, у Вандука, мультитура Коррелла, вокруг Светка. Сейчас вот я обижу коллег, не всех вспомню, не всех назову, поэтому если с кем-то уже работаете, то обязательно приобретайте. В Москве офиса нет, в Москве вот только если через партнеров. Но вклад, естественно, все есть. По кафе, да, обычно закладывается у нас сумма, да, по сет-меню. Обед, ну, в среднем, ну, от 150, ну, где-то надо ориентироваться на 200 рублей, ну, ужин тоже где-то 250-300. Вот так по ценам вполне нормально. Да, по проживанию, ну, вот тоже цены примерно все одинаковые, да, то есть если вот по ценовой категории, то Людовика у нас подороже, ну, это правда-направда, ну, на самом деле так, и кто вот побудет с нами в рекламном туре, мы все это посмотрим, в этом убедитесь. Лучшее время по погоде, да, мы тут в центральной части, то есть примерно у нас как в Москве, как в Казани погода комфортно, конечно, это весна уже после того, как снег сошел с конца апреля до вот конца октября, сейчас у нас хорошая погода, но зимой тоже есть своя прелесть и очень интересно. Рекламный тур пока даты не определены, это будет конец апреля, обязательно подадим всю информацию, если есть желание, да, напишите нам на почту, мы вас обязательно включим. Не знаю, вот у меня включен я ключ, время час, а время у нас закончилось. Спасибо большое все, кто был с нами, можете скачать презентацию, видео, будем рады ответить на все вопросы по контактам. Было приятно, что вообще у нас только посетители и гостей, вот, и волнительно, да, столько у нас записалось, поэтому всем большое спасибо, что вот обеденный перерыв провели здесь с нами. Будем рады видеть вас в Республике Морел, в Ишкар-Олег, в Ипадемьянске и во всех наших других очень интересных объектах. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok